Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Простите за предыдущий пропуск. Мне иногда кажется, что мной уже много лет та всю жизнь какая-то невидимая рука направляет, и она, когда я в прошлой субботу решил, что я буду говорить только о садоводстве, не отвлекаясь, чтобы все-таки не переходить на более широкие просторы, вот. У меня почему-то не получилась передача. Я в эту передачу, которая сегодня вернулся с этой темой богоискательства недолго, 10-15 минут. Прошу вас, далеко не уходите. Кому, кто чувствует, что я буду говорить ерунду, посадоводство так не считает, а вот что касается богоискательства, то, наверное, вы просто включите пока телевизор, поставьте часы и через 15 минут вернётесь обратно. Но то, что я буду говорить, касается всех. Дело в чем. Значит, я родился греко-католиком, так воспитан советской школой, как не просто атеист, а фанатичный атеист. Всё оказалось так просто, пока я не стал садоводом. Чего вылавливаете? Садоводом. И когда я постепенно начал вникать в эти дела, я понял, что нас всех, начиная со времён Дарвина, полностью обложили лживой, абсолютно лживыми теориями. Вот. Кое-что я сейчас... Я собираюсь выпустить специальный фильм, который, конечно, не будет нужен ни правительству, и не будет, тем более, министерству просвещения, которое взялось выпускать дебилов со школы. Не всех, но многих. Вот. К тому же людей жестоких, беспринципных. А... И даже... Богословы могут меня не понять. Надеюсь, вы поймёте. Смотрите. Вот книга моя, да? Ну, в ней есть только одна глава, посвящённая богоискательству. Даже больше того. Она абсолютно научная. Пройдёт время, и тот, кто присвоит себе все эти идеи, получит Нобелевскую премию. Я-то не получу точно. У нас в стране все со свиными рылами, даже академики не высовываются. Так вот. Очень важно те несколько фактов, которые я приведу, чтобы вы знали. Поймите правильно. Два всего примера. Знаете, что творилось в Екатеринбурге? Брат против брата. Одним нужен сквер. Чихать они хотели на будущую церковь. Им просто нужно где выгуливать детей. Они и так проживут без Бога. Вот. Мы пробовали без Бога прожить. И не подумайте, я не богослов, я не церквённый человек. Сейчас поймёте, я просто буду говорить то, что должны в школе изучать. То, что я уже моему ребёнку внушаю. Мы сегодня с ним букашек фотографировали. Это надо всемиром делать. Сейчас поймёте, почему. Значит так. Иерарх церкви. Наверное, самый главный. Я говорю в чужих слов. Со слов самого фанатичного, яростного противника церкви, который буквально ноги об неё вытирает, да? Вот. Пока церковь молчит. И вдруг Иерарх говорит. Да, мы, да-да-да, у нас, оказывается, большой взрыв. Вот тот самый. Откуда взялась вся вселенная. Начинался с какого-то там, с яйца голубиного по размеру. Или даже с атома, или с футбольного мяча размера. Вот. И это и было актуаление Бога. Всё. Церковь нашла путь к науке. Только я боюсь, что учёные при этом громко хохочут. Когда полетел последний выдающийся полёт, жаль не наш, телескоп Хаббл. Вселенная расширилась миллионы раз. А так как если кто-то делал диссертацию и писал при этом, что она схлопнется до размеров одного атома, сейчас последняя, вот эти миллиарды звёзд гигантских, невообразимых размеров, вы представляете, что я не можем, на небе они видят точки. Вот это всё прислопнется до размера одного атома. Вы знаете, что такое атом? Вы его не в один микроскоп не разглядите. Вот это всё принимается за чистую веру. И когда уже церковь, ах, это акт творения, это значит, что мы однажды исчезнем все до единого. Хорошие, плохие, богоискатели, святые, все исчезнем, нету. Как говорят учёные, это то, наступит то время, когда она схлопнется в это, в одну точку. Исчезнет время, исчезнет всё. Вы представляете? И мы в этом мире живём. Для чего мы вообще тогда живём? И дошло до того, а я сейчас хочу выступить в пользу церкви. В пользу науки у меня не получается. Я попробовал. Вот одна глава. Вот, кстати, вот мои дети, мои внуки. Вот. Вот они сейчас такие, а потом из них могут такие сделать, что страшно будет, что вообще я с ними занимался. И вот, значит, что получается. Получается, что, вот, я только одну строчку прочту. Я, инженер и богоискатель, так, бережно пронёсший через свою жизнь не слепую веру, а страшное изумление, как разумно устроена Вселенная. Вот он, большой взрыв. Солнечная система, наша планета. Это потом надо будет кому-то, вернётся кто-то в просчёте. Вот. Про то, что я здесь писал. И что плодовые растения раньше нас появились. А? Хохот в академическом зале. Когда вы это поймёте, то это же... Зайдите в мой сад-то. Жаль, не могу я сейчас про это говорить. Вот это мне прислал Троценко Павел Николаевич. Это он мою книгу. Как это называется? Редактировал, да? 1200 экземпляров. Она не успею выйти, станет раритетом. Потом когда-то эта книга станет эта. И моя, у кого подпись? Моя. Она станет стоить, может быть, миллионы долларов. Если потом кто-то, получая на близкую премию, обмолвится. Да? Я Железову это прочитал. А сейчас смотрите. Внимание, держите за стулья, а потом богоискательство. Ладно, вот это видели? Это конденсат. Знаете, я перестал дружить с очень умным ученым, настоящим ученым из университета. Ну, как-то получилось. Проникся, про садоводство, все. Ну, я взял вот эту вот, посал эту главу книги будущей. В 14-м году. То есть написал еще раньше, 12-13 год. В то время ни поддержки, ничего. И он, не знаете, что написал в ответ, когда вот эту главу прочитал. Это не вся глава. Я вам сейчас покажу. Дело в том, что это очень важно, друзья. Смотрите. Вот это была одна из глав. Вот это вот. Сейчас. Поймете, к чему я говорю. Все. Самое главное доказать все позже. Вот это вы прочитаете. Это, упреждаю, кто никогда в моей книге не откроет. Смотрите. Вот это прочитал. И когда я ему показал вот эти фотографии, тогда их было мало. Цифровые аппараты только появлялись. Все это красоты наука не знала. Но когда узнала, сейчас поймете, смотрите. Вот. Вот они, будущие листья-то. А? Что вперед появилось? А? Видели? И вот когда он на это посмотрел, знаете, что он мне сказал? Правильно? Совпадение. Все. Дружба кончилась. Нет, я не перестал с ним общаться. Вот он со мной перестал общаться. Ну, а что с психом общаться? Видели? Это еще ледяные узоры. Ладно. Смотрим дальше. Возвращаясь сюда же. Сейчас поймете. Наболело страшно. Куда идем? Ведь мы же, вся страна скоро рухнет. Брат на брата. Из-за того, строят церковь или нет. Дошло до того, чтобы противников стало больше. Чему привела наша эта самая. Этеизм долбанный. Ладно. Вот это мне добавилось все-таки. Еще и сотни теперь таких фотографий. Ну, я не буду саму теорию сейчас вам говорить. А, нет. На всякий случай. Смотрите внимательно. Переходим к главному. То, ради чего я пережил. Да это же праздник для меня. Сейчас вы увидите. Только смеяться будете. Хотя и хохот в академическом зале не кончится. Теория железо-золотенкового происходения жизни на планете Земля. По силовым каркасам, в скобках, лекалам, чертежам. Силовым каркасам целенаправленно встраивались, пристраивались друг к другу молекулы. Из супового первобытного набора, в скобках, растворенных газов, солей и минералов. Если он имел весь этот набор и возможность ионизации молекул, оживали. Ну, насчет Божьей скрыта. Тут грустно. Это мы никогда не узнаем, почему оживали. И вот я, потом немножечко, еще пять минут, и перейдем к садоводству. Потерпите, ради Бога. Дайте, заработал я это право. Своей жизнью заработал. Вот, смотрите, поймете чуть ниже. Итак, слово «Фосматогорь», это будет отдельный фильм под этим названием. Что такое «Фосматогорь», даже объяснять не надо. Это страшнее фантастики. Так вот, значит, три дня назад, четыре, нет, пять, я за компьютером, а одно ухо слушает, у меня всегда включен телеканал «Наука». Даже не слушая. И вдруг одна фраза. У меня шерсть дыбом просушил. Что же там было-то? Вот. Одна фраза была. И я полез на сайт. Я зашел на этот сайт. Вот он. Вот, это к тому, чтобы я ничего не думаю, вы сейчас скажете. Да я сам все придумал. Внимание, друзья мои, это мой триумф, но какой. Вот, смотрите. Законы жизни. Вот так называется. Телеканал «Наука». Вот он. Смотрите внимательно. Видите? Если я нажму сюда, на 13-й, сейчас скажу точно, это вы потом без меня делаете, на 13-й минуте 10 секунд, я не могу я сейчас включить. Собьется звук, помните, что я однажды вам испортил этот вебинар. Нельзя включать видео, меня убьет Сафронов. Смотрите сюда. Вот это он произносит на 13-й минуте 10. Внимание! Вот это когда уже прошло 5-6 лет, когда не может быть, чтобы Железова, автора лучшего в России, из ничего сделанного культурного сада, плодового, да, чтобы до них это не дошло. Не может такого быть. Вот. 99% что-то мое, и 1% что кто-то из ученых догадался. И смотрите, вот это слово. Внимание! Мой триумф. Ради этого я готов это самое. Сейчас это слова Владимира Войейкова, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Это вам не хохры мутры. Это МГУ, ведущий вуз России. Итак, рассказывая про воду, очень много интересного, даже я нового что-то услышал. Это его слова. 13-й минут 10 секунд. Сейчас появляются намеки, скажем, на то, что форма образования организма в воде важную роль в том смысле, что она не просто растворяет, а даже наоборот может строить. Поняли? Вот это вот изложено примерно так. Намеки! Осталось лет 100 и все. А знаете, что будет потом? Да, украдут американцы или китайцы. Даже скорее китайцы, они все шустрее. Вот это все. А может уже украли. То есть не украли, а как бы приняли к сведению. Официально нет этого нигде. Только в моей этой. Еще минуточка. Не сочтите меня за болту. На. Но все-таки, ребята, ну не каждый день это. Признают мои теории. А у меня их уже добрый десяток. Для меня это так. Утром одна. Помните, как в Мюнхгаузен? Там 10 часов подвиг. Ну, у меня не подвиг. У меня ночи открытия. Вот мой сайт. Видели? Так. Вот смотрите. Мы на моем сайте. Новости сайта. Внимание. Записка зачарованного сибирского садовода. Продолжение номер один. Вот оно есть. Оно было уже там давно в публикациях. Я просил. Пусть все время маячит тут. Отсюда постепенно публикаций все больше. Они переходят вот сюда. Вот. Видите? Я сюда заглядываю, тут их сотни. Тут не одна наборская премия. Где-то две или три. Ну, если скромно быть, то две. Вот. Вот сюда если нажать. Там я уже не буду этого делать. Вы там не верите. То есть там увидите, кому надо. А она остается. Я говорю, Катерина. Катерина это администратор моего сайта Селябинска. Я говорю, вот это пусть. Ну, еще на всякий случай вот это. Так. Записки. Это не вся книга. Я одну главу имею право это опубликовать. Это не вся книга. И вот оно с тех пор здесь побывали десятки тысяч людей. Кто скажет, что это не мое открытие? Ладно. Возвращаюсь. Еще немного. Дальше пойдем нормально работать. Итак, слово намеки говорит о том, что дело сдвинулось. И вот я, понимаете, когда я вот это вот, я дружу с несколькими священнослужителями, да? Вот. Но они так же, как вот ученые, они все атеисты, они все дарвинисты. Не имеет права Владимир Ваяков, который на экране, просто взять и написать вот здесь. Сейчас появился железо, которое утверждает, что форма рождения организма в воде важную роль ДДТ может строить. А не может. Помните, как это самое, ведущий абрикосовод России, Лариса, ой, господи. Ну, извините, Лариса, ненарочно. Фамилии не называю лишний раз, это самое. Когда назвала Железова, не Железовым, а... Господи, тоже забываю. Вот. Не Железовым, а назвала меня небезызвестным. Ну, вы знаете, как. Почему? И вот, что получилось. Уважаемые священнослужители, я для вас старался. Понимаете? Для вас, для вас. Вот это еще в школе не проходит. Сейчас я про школу скажу и про то, где вы упускаете. Дело вот, чем, друзья мои. Вот, кстати, этот большой взрыв, который из гигантской, в одну молекулу, или там, в один атом превращается. Дурь несусветная. Но если он придумал это, он зарабатывает академическую зарплату, он еще что-то. Не может он уже от этого сказать. Уже расширилась Вселенная. Благодаря только одному телескопу расширилась миллионный раз. Уже оказалось, что Вселенных-то миллиарды. Не только звезд, как мы думали. Вселенных. Ой, ну, нет, оговорился. Галактик миллиарды. И все говорят сейчас это. И нас не будет. И Бога не будет. Ничего не будет. Зачем было это самое, говорить, что большой взрыв акт творения. Он сметет же на всех. Ладно. Теперь давайте так. Вот сейчас я это. Смотрите, друзья. Вот тут справа, скромненько, это Сатурн. Приехал, вот он, Кассини. Прилетел Кассини. Недавно совсем. Ну, я понимаю, она должна быть костное богословие. И Коран, и это самое. И наши священные книги. Наши, я имею в виду, что я сейчас дальше в православную церковь не хожу. Так вот, значит, сделано было так. Он пролетел мимо всех этих самых планет, приблизился. Натуральные снимки. А этого недавно еще не было. Помните, там их рисовали условно. Да, знали, что там из Кольцев самый сильный телескоп, что-то видели. Но вот он пролетел мимо. Это все натуральные документальные снимки. Вы ничего не замечаете? Нет? Вот смотрите налево. Вы ничего не видите? Но почему, когда вам, богословам, идет в руки такой материал, который опубликован в миллиардах журналов, газет, в интернете, везде, только наберите слово Кассини. Слово, это, телескоп или как, вернее, это станция космическая, а не телескоп. Ну, с телескопом, само собой. Вот. Вы понимаете? Это искусственное сооружение, ребята. Э, богословы, извините, это не подходит. Это фамильярность. Друзья, как же, господа, нет, забыл. Батюшки. Вот. В общем, поймите, вам в руки пришло искусственное сооружение. Вы знаете, что оно не имеет права существовать ни одной секунды. Ни единой. Вот жалко, что... А ведь надо было еще фотографию. Ой, жалко, жалко. Там, где крутятся спутники. Их до сих пор существовать не могут. Но где-то 64. И они летают вот так, вот так, вот так, вот так. А вот это искусственное сооружение, которое, ну, правильно, даже кто-то догадаться может, не зря же такие вещи делают. Ну, конечно. Освещает всю поверхность Сатурна. А больше ее нам тут и не нужно. Но какая работа? Какая штучная работа? Куда нам этим... Мы можем только с муравьями бороться, уксусом травить без ума, без всякого. А сами-то мы далеко ушли. Вот она, настоящая-то эта самая. Вот штучное изделие. А вот это Луна. Она закрыла Солнце. А вы можете, чтобы с точностью до миллиметра угловые размеры Луны и Солнца совпадали? Можете себе представить, а? Много чего летает. А у нас персональная Луна. А вы знаете, как она это? Это когда-то богословы все равно должны не сами, а взять на вооружение все это. И еще тысячи других фактов, тысячи. Вот. И прийти в школу, но как? Через ученых. Объясняю почему. Смотрите. Вот это Ванька Встанька. Это... Как ее назвать? Кстати, я всего 19 минут говорю, так что это еще немного. Вот. Это игрушка. У нее тут вся тяжесть внизу, здесь пустота. И положить ее на бок невозможно. Вот. Вот Ванька Встанька. Глядите, Луна. Почему до сих пор никому не приходит в голову? У нее плотность в целом, вы же помните, соизмерима с размерами тела. То есть, как Земля, планета, так и Луна, примерно имеет одинаковую плотность. А почему повернута одной стороной? Ведь если это просто кружочек, она бы вертелась бы, да так бы вертелась. Как тела. Ее бывают тысячи, миллионы ударов по ней, по этих самых крупных, огромных метеоритов. Комет били, били, били. Она вся избита. Ни на капельку не пошевелилась. Вот. Можно было найти, как я вначале думал, страшный механизм такой огромный, что там действительно силы задействованы космические, да. Вот эта сторона, там плотность повышенная. Я не знаю, что она там из свинца или чего-то. А с этой стороны пустотелая. Вот и все, вот вам и это. Для чего она одной стороной повернута? А дальше вспоминаем биологические ритмы, вспоминаем приливы отливы. И много чего вспоминаем. Она искусственное сооружение для нас. В космических масштабах это вот как для нас игрушка, так для них. Для них это вы поняли. Высшая сила. Я вам даю, я люблю эту самую, нашу религию, я люблю православную церковь. Вот. Кстати, так же, как и церковь католическая. Я с огромным отношением отношусь к мусульманской религии, к мусульманам. Вот. И я хочу сказать, что у нас вот этот атеизм, он проник до такой степени, что ага, Бога нет, можно убивать. Можно. Нет никакой ответственности. Почему ненавидят Бога? Почему ненавидят религии? Потому что они не позволяют все это делать. Нам уже козыри, друзья мои. Вот. Вот она, Вселенная. Это с этого, снята с того самого, с Хаббла. Вот. Вы думаете, эти точки что? Это каждая точка, это галактика из миллиардов звезд. Вот. А теперь, смотрите. Вот. Дорогу атеизма проложил еще немножко, еще пять минут. А потом можете выключать компьютеры. Надоел. Вот. Пошли же люди стенка на стенку, чтобы церковь не строить. Я сейчас не о церкви, даже не о вере. Помните, как этот говорил, мошенник? Все верят. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Все верующие. Вот, смотрите. Вот это вот краб. Наука считает, что он выполз на землю, и от него пошли все насекомые. Просто других кандидатов не нашлось. Ну, подумаешь, тут много миллионов. Ну, не миллионов, а сотни. Вот. Но не нашлось. Ладно. И для чего я говорю? Вот они выползли. Ладно. Вот. Хохота в академическом зале нет. Это нормально. Вот. Смотрите сюда. Вот это гусеница. Я сейчас вам этот пример приведу, потому что без этого, без таких примеров нельзя дальше жить. Надо, чтобы не мы, дети задумались, чтобы им это было внушено. Все, что не может объяснить наука. Что такое электрон? Волна? Волна. Значит, ее пощупать нельзя. И она же, эта частица, пощупать может. Как в одном не может быть? А я это называю шуткой Бога. Что, чтобы мне это не зазнавали, что все знаете, господа ученые. Этого никогда не узнаете. Так вот. Вот с этой вот получается бабочка. Смотрите. Вот она бабочка. Теперь остается догадываться так. Вот. Я специально. Пожалуйста. Она отношение имеет прямое к садоводству, кстати сказать. Потому что, сейчас сами убедитесь. Итак, бабочка. Она имеет защитную окраску. И она приобретала ей миллиарды лет. Из краба получилось. Я не шучу. Это наука. Из краба получилось. Это существо. Пусть там не сразу. Постепенно. Это не я. Богословы над наукой должны смеяться. Ну, получилось. Ладно. Вот. Защитная окраска. Да. Если она не соответствует, ее склюют. Потомство не даст. Та, у которого чуть, допустим, пупырышек чуть больше или чуть меньше. Помните Дарвина? Я же ничего нового не выдумываю. Чуть больше, чуть меньше. Или окраска чуть другая. Ну, ошибка природы. Сбои в геноме. Точнее уже в фенотипе. Ладно. И ее не заметила гусеница. То есть, это, птица не склевала. Она дала. Все нормально. Все по Дарвину. Аплодируют. Дарвин умница. Смотрите. Потом можно подумать так. Смотрите внимательно. Наверное, однажды бабушки, бабочки, кстати, другим видам живых организмов, это довелось испытать. Наверное, и надалось ползать. Рожденный ползать летать не может. Но она взяла, допустим, и начала подпрыгивать может. Может, какая-нибудь пружинка у нее там какой-то. А ей захотелось до чего-то дотянуться. И у нее сбоку появились какие-нибудь там предкрылья, что-нибудь такое случайное. Помните рыбы? На сотни метров летают рыбы. Вы хоть знаете об этом? Нас ни хрена не учили в биологии. Дебильная какая-то биология в школе. Рыбы летают. У них плавники это те же крылья. Вот Дарвину и аплодирую ему. А здесь что получается? Наверное, кто-то скажет уже сейчас, если детям это внушить, не вдаваясь в подробности, что да, выросли крылья, стала бабочка. Так вот, самое страшное обвинение в науке и самое большое козырь богословом, что это Божье творение. Знаете почему? Потому что оно берет, появилась. Кстати, появилась бабочка. Тогда интересно, откуда бабочка взялась? Тут какой-то запутанный круг. Ну хорошо, бабочка отложила личинки. С личинок получилось сгуститься. Давай жрать ваши деревья. Если бы не жрала ваши деревья, я бы это сам. Мои не жрят, знаете. Вот. Есть такое у меня понятие, один из моих козырей. Моровинная крепость, которая ненавидит вся страна. Ненависть жуткая, страшная. А они у меня защищают вот этих, это закуска для них. Так вот, значит, пока она еще жива, у нее внутри рождается бабочка. Смотрите сюда. Видели? Крылья она не отращивала. Вы спросите, откуда же крылья-то внутри взялись? Ни один, ни один, я не знаю, может быть, не изучал эту тему, этот самый. Чтобы хотя бы сделать исключение, что да, там, уже, и то неизвестно, что вперед курица и лицо появилось. Тоже крышу сносит, когда начинаешь думать. Вот. И начинаешь думать, что все когда-то животные были этими самыми, не мамами, не папами, а этими. Язык-то не поврается сказать, кем они были. Так вот, вот она бабочка, и вот с нее начинает появляться. То есть с этой самой гусеницы появляется бабочка. Смотрите внимательно. Видели? Вот она, которая жраль, это самое, опять высадят яйца, то есть эти личинки, опять гусеница, и круг замкнулся. Смотрите внимательно. Вот он, Дарвин. Я нашел случайно эту фотографию, это мне нравится. Я не собирался. Я долго смотрел. Если бы там не написано было, что это бабочка, я бы не испугался подойти. Только рычать бы еще. Научить ее, да? Научить рычать. Вот она, листик живет. А на самом деле, безобиднейшее существо. То же самое. Да, Дарвин, да, генетика, все, казалось бы, нормально. Вот. Начали, появились отростки. Начали пугаться этого зверя. Те, кому надо пугаться. У-у-у-у-у. Постепенно. И вот она стала такой гусеницей. Потом она опять родила бабочку, и круг замкнулся. А теперь смотрите сюда. Видите? Вот это вот, я гусеницу, господа ученые, я пользу религии говорю. Вот эту гусеницу, я нашел фотографию, как называется, фаз, да? Фаз. А вот это, у меня такое ощущение, что она хохочет над всем ученым миром. Нет, не над всем, над дарвинистами. Если бы у нее когда-нибудь вот эти вот лапочки отрастут, вот эти, видите, да? Ну и какое чудо. Она этими лапочками покажет вам большой-большой кукиш, уже не из пяти пальцев, а из шести. Поняли? Вот это вот не может быть, вывод, не может быть никогда. Когда крылья внутри могут появиться только благодаря генной инженерии. Не можете вы это объяснить, это, господа ученые. Сейчас, да, попадет рано или поздно, мы эти фильмы будут изучать и там. Не изучать, но хотя бы просматривать, нехотя. Мол, тут что-то Железов про этого. Он молодец. Вот этот академик, я его назвал академиком. Ура, по Фрейду, ему надо в академике. Он написал намеки. Он, а не волят ли? А черт возьми. За слово намеки. Ведь это уже не может быть никогда. Что, коллегу его, академика Апарина, процитировать? Случайное слепание в грязных лужах, а? Нет, мне бы хотелось, чтобы было не случайное слепание. Поняли? А чтобы все происходило в природе по заранее готовому рецепту. Пусть это немножко расходится с Библией. Да, конечно, Библия – это упрощенный вариант. Учитывайте, я всегда говорю, не нападайте вы на Библию. Она писалась для людей, которые только с этого самого, с каменного века-то вышли. Для них она была. И бесконечное страсть, и бесконечное проклятие. Гореть в день огненный, потому что это был настолько дикий мир, настолько примитивный, что надо было, что религия должна была людей вставить в рамки. Ну, сейчас 21 век. Вот он, взрыв. Вот. Что нам дали фотографии? Ну, не знали мы вчера. Ну, пожалуйста, господа Богословы, я вас просто умоляю. Берите на вооружение. Берите на свою. Берите на зарплату ученых, которые будут это же все интерпретировать. Пусть с натяжкой. Многое объяснение никогда. Через миллионы лет мы не будем знать, что-таки электрон, скорее, то или это. Через миллионы лет мы никогда не узнаем, что такое гравитационные волны. Но это опять, вы представляете, что такое гравитационная волна? Она же может только отталкивать. А притягивать-то как? За счет чего? Только металлические магниты эти самые, с постоянным магнитным полем могут себя притягивать. И то разными зарядами. А планеты-то из куска камня состоят там. И это тоже невозможно объяснить. Надо все, что любые сомнения в пользу Бога. Нам нужно, чтобы люди не то, чтобы... Ну, хорошо. Споры идут. Споры дошли до драк, как в Екатеринбурге. Это же страшно. Там уже Майданом назвали. Люди так ненавидят церковь, чтобы мы вышли с этими самыми. Ой, страшная история. Я только поэтому уже, получается, полца отнял от вас. Вот так, друзья. Вот. Вот они. Вот это вот. Никогда не было создано методом... Как это называется? Ой. Да просто эволюция. Не было эволюции никакой. Крылья внутри выросли. Внутри. Вот это чудо внутри вот этого. Вот они, смотрите. Вот раскрываются. Ну, невозможно объяснить. Вы мне... Вы понимаете, вот это самое. Может быть, когда-то, если не уволят после моих этих... Этого фильма. Вот эту, которую взял, да, и тут встал на сторону этого. Ведь настолько въелось это... Как это называется? Это... Этаизм. Настолько нельзя ни слова, ни полслова. В Америке учителя уволили, когда сосался на Библии. В Америке, казалось бы, страна свободы. Черт, нас два. Такая же зашелакованная, такая же закомплексованная. Нету ничего не это. А по церкви ходят. Ну, конечно, в воскресенье. Там, чего не ходить в Америке. Видел я проповедь. До слез доводят людей. Умеют. Психологи прекрасные. Их проповедники. Президентская церковь. А в одном концерт. Девочки, мальчики. Полсотни человек. Коротенькие юбочки. Чуть прикрывают плавки. Вот. Коротенькие юбочки. Чистенькие такие. Вот. И поют легкое, странно-религиозную песню. И все хлопают, у всех слезы на глазах. Конечно, с такой релизией. Чего не жить-то? А у нас что? Как это? Извините, не стал. Если бы это не случай в Екатеринбурге. Если бы иерарх. Но я надеюсь, что это неправда. Просто когда звучит это. Сотни тысяч просмотров у человека, который говорит. А наш-то главный иерарх-то. Назвал этот взрыв. Творением Господа. Это что? Убивать всех людей творения Господа, что ли? У нас будущего нет. Мы все о детях печемся. Конечно, через миллиард лет. Какие там дети? Там неизвестно, что мы будем. С хоботами ходить или с шестью ногами. Если туда приведет нас Дарвин. Вот. Или сами себя уничтожим. Ну, в общем, смотрите. Тридцать четыре минуты я вас отнял. Потом я попрошу вырезать одного из своих друзей. Или Сафронова, или Троценко. И сделать вот с этого кусочка отдельный фильм. Вот. Не буду никуда его рассылать. Надо будет, кому надо дойдет. Дошло до эта фраза? Появились намеки. У меня праздник, ребята. Тридцать пять минут отнял. Но у меня праздник. Я с вас не беру деньги за виде просмотров. Ну, ладно. Знаете, увидеть вот это, заглянуть в душу. Вот таким вот, фактически. Посмотрите. Конечно, мы это... Ладно. А это уже пошла наука. Ой, нет. Не наука. Громко сказать. Какой же ученый? Фигляр какой-то. По мнению ученых. Так вот, это связанная одна история. Ну, это же надо было, когда я рассказывал. Ну, извините. А это к с удовольствием прямое отношение имеет. Да, это с удовольствием. Я при... Ой, ко мне приезжает телевидение. Это еще тогда редкие случаи были. Я вожу по саду. Я показываю первые, десятые. Я цитирую. Говорю, смотрите. Ну, многие же видели этот фильм. Я же ничего не выдумываю. Там тысяч пять просмотров. Я говорю, смотрите, не сходя с места. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кажется, один садов. Не сходя с места, видно одиннадцать муравейников. Вот. И они же пожирают. Найдите у меня не то, что гусеницу. Говорю, листик найдите с дыркой. А это же нормально, да? Больные листья. И дырявая. Вот. Искали, искали, искали. Сейчас лежу за столом. Одна, за три года, единственная гусеница по мне ползет. Я-то тоже воспринял, как, не знаю, ну, как знак судьбы. Или не то говорю. Ну, по мне ползет гусеница. А самое, знаете, что я сделал? Я ее взял в руку. Я со злостью этому свидетелю. Я отнес, правда, рядом заброшенный сад через дорогу. И там ее выпустил. Я не смог ее убить. Посмотрите на это лицо. А? Тридцать минут. Так, друзья, маленький перерыв. Я от этого разговора устал. Дальше пойдет чистая наука. Ой, наука, какой же ученый. Давайте. Три минутки. Я на кухню подогрею чай. Не надо. Это фигу, образно говоря. Это гусеница Дарвину показывает. Извини, Дарвин. Ты нам не отец. Нас Бог создал такими. Ладно. Итак. Смотрим мы сюда. Теперь мы увеличиваем экранчик. Вот так. Продолжение следует...